Добрый вечер в Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белышева. Добрый вечер в Украине. Накануне вечером его доставили в больницу, но спустя несколько часов мужчина умер. Это уже второй случай за минувшую неделю. Первый человек погиб от обморожения 30 декабря в Ужгороде. Все больше украинцев с переломами и обморожениями конечностей обращаются за помощью в больнице. Как избежать травмы и где в столице можно согреться, расскажет Олег Решетняк. На улицах уже неделю минус 15, на дорогах скользко. Так вот, травмированных, особенно среди пожилых людей, с каждым днем становится только больше. С наступлением холодов и гололеда переломы стали возникать чаще. Чаще пациенты обращаются с переломами в области запястья, в области голеностопного сустава. Возросло число и бытовых травм уже стало традицией. Новогодняя ночь и праздничный салат «Оливье» дают о себе знать утром. Изменяется характер травм, то есть мы больше видим пациента в нетрезвом состоянии. Шел я по лестнице, и я вот на нее наступаю, и всей массой ударяюсь в районе позвоночника. Чаще всего травмируются пенсионеры. Нередко скользкая лестница для них становится непреодолимой преградой. Падение приводит к плачевным последствиям. Выносила мусор и тапка спотыкнулася об лестнице, лестница скользкая. И все сейчас будет гипс ложить. Чтобы избежать травм, что называется, на ровном месте, травматологи настоятельно рекомендуют, особенно пенсионерам, воздержаться от прогулок по скользким улицам. Потому что как раз пенсионеры выходят на улицу и на гололеде, падают, чаще всего травмируются и чаще обращаются с переломами именно они. Ну, а любителям алкогольного отдыха врачи советуют знать меру. Ну, основное это время новогодних праздников мера. То есть мера во всем. И в спиртном для того, чтобы в результате не получить травму неожиданную. И в еде для того, чтобы не получить различное обострение со стороны желудочно-кишечного тракта. Уже который день на улице мороз. Врачи прогнозируют, пациентов с обморожениями конечностей будет поступать все больше. Накануне вечером столичные спасатели открыли пункты обогрева. Всего их по Киеву 105. Правда, теперь без палаток и буржуи, как это было раньше. Вот умывальник. Здесь кухонька, тут чайник. Светлана Семеновна только утром узнала, что теперь к ней на работу в диспетчерскую. В любой момент может прийти бездомный, погреться и попить чай. Я считаю, что здесь должен быть кто-то из правоохранительных органов, потому что может какая-то нештатная ситуация возникнуть. Кто-то из медперсонала, волонтера. Одному человеку здесь сложно. Информация о 105 пунктах обогрева есть и на официальном сайте Киевской городминистрации, и на странице в Фейсбуке. Но вряд ли бездомные будут искать точный адрес в интернете. У нас есть определенные места, где раздается теплая еда. В этих местах будут адреса находиться на ЖД вокзале, в районных управлениях соцзахисту. Мы посетили пункт обогрева. Там пока никого нет. Бездомные, судя по всему, о них пока не знают. А синоптики тем временем объявили по всей Украине штормовое предупреждение. Сильные морозы будут еще завтра. Плюс гололед. Олег Решетняк, Игорь Сули, подробности, телеканал Интер. Скандал в Закарпатье. Более миллиона евро выделил Евросоюз на строительство хосписа. Прошло три года, а ВОС и ныне там. Местные власти так и не реализовали этот проект. Почему и чем может закончиться эта история для чиновников? Узнаем у Марины Коваль. Вот в этом здании 25 декабря должен работать хоспис. 25 безнадежно больных могли получать здесь необходимую помощь и лечение. Это по бумагам. По факту в здании не закончен ремонт, не установлены лифт и сантехника. Нет воды, нет газа, нет канализации, нет электроэнергии. Вот четыре складовые, без каких объект не можно сдать. Первый на Закарпатье хоспис решили открыть в Виноградове два года назад. Райсовет отдал под него заброшенное здание. Евросоюз выделил грант на ремонт и оборудование на миллион евро. Деньги с конца 2012-го перечисляли на счет специально созданного для реализации грантов предприятия, агентства местного развития. За три года более 700 тысяч евро. И по бумагам все они освоены. Почему же хоспис до сих пор не готов? Депутаты райсовета создали комиссию, чтобы разобраться. За 700 тысяч евро это можно было бы строить закон. Если вы зайдете внутрь, там еще столько работы, столько еще надо делать. Там горчоблок не готовый, опаление не есть. Тут должны поставить свой трансформатор. Неделю назад у агентства сменился директор. У старого закончился контракт. Новый говорит, не знает, что делать дальше. Хоспис до конца года никак не открыть. А за невыполнение контракта с Евросоюзом штрафные санкции. По договору по контракту за неисполнение полный возврат средств это 1 миллион 87 тысяч евро. У всех вопросов никто не может дать ответ, потому что, я вам еще раз говорю, я тут неделю. У меня точно так же вопрос, почему никто не контролирует. Три года этот проект. Первые три дня, пока я заступил, мы разбирались и пытались понять, можем ли мы даже с нарушениями ввести здание в эксплуатацию. Но не получается никак, уже криминал. Не подпишет никто. Местное инвентаризационное бюро оценило готовность здания на 69%. Чтобы закончить все работы, нужно несколько месяцев, говорит новый руководитель агентства. А вот его предшественник уверен, если бы он остался в должности, все сделали бы в срок. Фактически объект готовый к сдаче в эксплуатацию. Так, есть отставание по наружным инженерным коммуникациям. Я так считал, что за те две недели, что у нас осталось до конца проекта, мы встыгали эти работы закончить за две недели. С 15 грудня. Мы встыгали. Мне очень шкода, что на финальной прямой за две недели до закончения проекта. Трапилось так, как трапилось. Пока депутатская комиссия будет искать, кто виновен, что хоспис не сдан, чиновники с опасением ждут реакции Евросоюза и возможных штрафных санкций. Если их наложат, придется искать более 20 миллионов гривен. А это месячный фонд зарплаты целого Виноградовского района. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности телеканал Интер, Закарпатская область. На Мариупольском направлении с приходом морозов обстрелы боевиков поутихли. Уже вторые сутки здесь относительно спокойно. Из сектора М подробнее Станислав Кухарчук. По окопу чуть ли не бегом, но не потому, что стреляют. Холодно. Днем на улице минус 17, а ночью до 21. А тут никто не греется. Постояли на посту и пошли, блин, даже греется. По часу, если сильный мороз, так по два. Ну а что делать? Это наши позиции на окраине Новотроицкого. Еще осенью здесь было жарко. Об активных боевых действиях теперь напоминают трупы от использованных противотанковых ракет и дыры в домах. Последний обстрел позиции был неделю назад из стрелкового вооружения. Пыталась прорваться вражеская ДРГ. Были моменты, что тут подходили вплоть до села Новотроицкого. Тут завязывался бой. И они отходили. Буквально еще полтора тижня назад обстрелы были. Они подходили, прощупывали нашу оборону. И отходили. Несмотря на снижение активности боевиков, наши военные не расслабляются. Эти позиции украинской армии находились на невыгодном участке. С двух сторон их окружали терриконы. Вот тот, что слева, месяц назад наши военные, как говорят, на фронте отжали. А вот тот, вот дальний, там до сих пор находятся боевики. Время от времени оттуда даже слышны пулеметные очереди. По наблюдениям военных, затишье на их участке временное. Занятого террикона позиции боевиков, как на ладони. Бойцы говорят, сейчас там скапливают технику, в том числе и тяжелую. Да, четыре танка сидит. Они окопаны там хорошо. У них по окопам есть БМ. Мы ходим по окопам, они там есть. Причем БХ там разворачиваются прям в окопе. Мы по окопам ходим. Со стороны занятого боевиками террикона у военных еще одна головная боль. Вторая половина Новотроицкого. Эта часть поселка считается серой зоной. Вражеские ДРГ там частые гости, но ребят больше беспокоят не они, а мирные жители. Людям было бы спокойнее, если бы поселок полностью оказался на подконтрольной Украине территории. Ту половину мы, как сказать, не контролируем. То есть, можем только визуально спостерегать. А без приказа военные не то, что вперед пойти, а даже ответный огонь открыть не могут. Ведь минские соглашения продлены и на 2016 год. Станислав Кухарчук, Владимир Дедов, Антон Чиженко. Подробности телеканал Интер, Донецкая область. В зоне АТО сегодня действительно спокойнее, чем обычно, немногочисленные обстрелы в районе Светлодарской дуги и вокруг Донецка. Но сейчас наших бойцов донимает мороз. Как с ним борются на передовой, расскажет Геннадий Вивденко. Разрыто все, туннели нигде, чуть ли не подземные. В целом это хорошо, безопасность. Знаменитый укрепрайон Муравейник. Отсюда хорошо видны развалины Донецкого аэропорта. В этом районе за ночью и утро несколько обстрелов из пулеметов и АГС. Мы просто не знаем, что им делать в этой ситуации. Они загнали себе в певный глухий кут. Когда наступать, атаковать, они не могут. Для этого ничего нет. И просто ждут. Трешу часу от часу пытаются спровоковать на загострение конфликта. На Писки прилетает. До боли такая непогана оружие. А нас до сусидей, там бишь, такая уже массивная обстрелы. Шахта и Писки. Для закаленных бойцов Муравейника это даже не война. Сейчас противник ведет себя достаточно тихо. Но хотя бы днем никаких обстрелов нет. Украинское оружие зачехлено. Самое главное, наверное, противника сейчас мороз. В пулемет ДШК за несколько часов попадает снег. При стрельбе появляется ржавчина. Приходится заносить в укрытие, чистить. О, Сань, ты можешь? Куда? Добрый день. Давай. Снова. Снова. Каждый день бойцы заготавливают дрова. На дворе каждый день пиковые минусовые температуры. В полдень 17 градусов мороза. Ну да. Станины пулеметов и АГС стараются все время поливать спецраствором, чтобы оружие не отказало в нужный момент. Замерзают и орудия, замерзают и машины, автомобили. То есть это действительно проблема. Ну мы решаем ее подручными средствами, которые есть там все. То есть ребята ухаживают за оружием. Мы все сделаем для того, чтобы вернуть свои оккупированные земли. Вот. Я сам прожил много времени в Донецке. И то есть отсюда я вижу почти свой дом. Боец-позывный музыкант. Сам из Донецка. Уверен, что импровизация хороший помощник на войне. Он профессионально исполнял рок-музыку и хип-хоп. После недавнего ранения в руку его девушка подарила губную гармошку. В машине по пути назад он ставит песню, которую раньше исполнял на гитаре. Геннадий Вивденко, Сергей Дубинин, Руслан Терентьев. Подробности телеканал Интер из Донецкой области. Украина будет настаивать на создании миротворческой миссии объединенных наций на Донбассе. Такое заявление нового представителя нашей страны при ООН публикуют сегодня информагентства. Какие шансы дает Украине членство в совбезе ООН? И как их не упустить, знает Дмитрий Анопченко. Он сейчас в Вашингтоне. Накануне Нового года в зал Совета Безопасности ООН принесли новые таблички. В правой части стола надпись «Украина». Случись, что в мире заседания могут созвать и днем, и ночью, хоть утром 1 января. И тут обязаны были подготовиться к присутствию в зале нового члена совбеза нашей страны. Организация объединенных наций, очень забюрократизированная структура. Тут все живут по плану, который расписан не на годы, а на десятилетия. Так вот, согласно этому плану, Украина имела шанс получить место в Совете Безопасности ООН только через 20 лет, в 2035-м. Но, учитывая ситуацию на Донбассе, мир проголосовал по-другому. И теперь очень важно, как страна воспользуется этим шансом. Страна получила возможность не только участвовать в заседаниях Совета Безопасности, но и, главное, созывать их тогда, когда посчитают нужным. Любое обострение на Донбассе теперь не замолчать. Созовутся в Без и о нем будет весь мир говорить. Права вета у Украины нет, но будет право выступать по всем вопросам, разъясняя свою позицию. Впервые в новом составе с участием Украины Совет Безопасности ООН соберется на первое заседание в первых числах января. В повестке дня вопрос о химическом оружии в Сирии. Но Украина намерена расширить эту тему и говорить, в принципе, о борьбе с международным терроризмом. Ведь под это определение международный терроризм и так называемые ЛНР с ДНР попадают. Главный приоритет Киева, благодаря членству в Совбезе, если и не разрубить, то хотя бы немного распутать Донецкий узел. Двумя путями. Во-первых, Украина будет добиваться создания отдельного офиса ООН, который следил бы за выполнением Минских соглашений. Условного представительства ООН по вопросам Крыма и Донбасса. Во-вторых, и это для страны основное, за два года пребывания в Совбезе Киев намерен добиться, чтобы на восток Украины направили голубые каски ООН. Потрібно, чтобы в Украину приехала оценочная миссия секретарта ООН, которая смотрится на ситуацию, на то, сколько нужно людей, финансов. А тогда, уже базоваясь от ответа такой оонской миссии, мы могли бы начать уже в Раде безопасности ООН переговоры про мандат и формат будущей операции ООН. О конкретных сроках создания миротворческой миссии в ООН пока не говорят, но по разговорам в кулуарах понятно, что самые лучшие возможности откроются в начале будущего года, когда Украина получит место председателя Совета безопасности ООН. И теперь самое главное, не потерять свой шанс, ведь в 2000 году Украина уже была членом Совбеза, но о самом этом факте мало кто помнит, потому что тогда страна ничего не добилась. И очень важно, чтобы в 2016 и 2017 два года пребывания Украины в главном органе ООН не были годами потерянных возможностей. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, телеканал Интер. И еще о возможностях, которые на бумаге вроде бы как и есть, но воспользоваться ими по-настоящему ой как сложно. В Тернопольской области демобилизованный боец АТО штурмует кабинеты чиновников. В чем и почему ему отказывают? Подробнее наши корреспонденты. Стефану Шкарабану, 57. Он редактор газеты в маленьком городе Козово. Именно здесь, в рабочем кабинете, в июле прошлого года ему вручили повестку. Невзирая на возраст, пошел воевать. Широкино, гранитное, попасное. И он спустя год снова дома. Когда мы были в Пиширокино, мы захищали в Мариуполь. Вот эта награда, это за обороном Мариуполь. Еще на фронте боец узнал о возможности досрочного выхода на пенсию в 55 лет. Как участник боевых действий. И это прописано в законе. Решил проверить, положено ли и ему льгота. Позвонил на правительственную линию. Там подтвердили, да, имеет такое право. Тогда собрал все документы и обратился в местный пенсионный фонд. Я с посвящением и с доведением Козовского мата вернулся в пенсионное управление Козовского района. Где мне документы приняли. Сказали, что так, пенсия будет нараховываться. Но через примерно 10 дней мне сказали, что пенсии досрочной отмолили. Вместе с военным идем в районное управление пенсионного фонда. Там утверждают, действовали по закону. Для оформления досрочной пенсии, кроме удостоверения участника боевых действий, нужна подтверждающая это удостоверение справка из военкомата. У Шкарабана такая справка была. Но военкомат не подтвердил ее законность. Мол, да, выдавали, но по ошибке. Мы вернулись в военком комиссариат для подтверждения выданої доведки. На что отримали ответ, что доведку предварительно считать недостаточной. И надана была следующая доведка про участие в антитеррористической операции. На основе этого нам было отмолено в призначении пенсии. Почему военному сначала предоставили одну справку, а потом заменили на другую, в районном комиссариате комментировать не стали. Разъяснить ситуацию согласились в Министерстве обороны. Дана людина действительно имеет статус участника боевых действий, как участник АТО. Однако для того, как он хочет выходить за пенсию на пенсию, ему необходимо подтвердить то, что он брал участь в боевых действиях. Однако в всех документах и в всех АТО пишут, что они брали участь в антитеррористической операции. Вот и получается, удостоверение участника боевых действий есть, льготы государством предусмотрены, но получить их Стефан не может, поскольку формально на востоке страны АТО, а не война. Его случай не единственный, убежден Стефан Шкарабан. Написал письмо президенту и, надеется, проблему решат. Для этого, считает, нужно внести изменения в пенсионное законодательство, уравняв АТОшников в правах с другими участниками боевых действий. Ирина Исаченко, Жанна Дучак, Максим Крыльев, телеканал Интер, Тернопольская область. Смертная казнь 47 человек в Саудовской Аравии вызвала волну, недовольство и критики по всему миру. Кто возмущен решением саудитов и к чему может привести это негодование, расскажут наши корреспонденты. О приведении в исполнении приговора для 47 осужденных, преимущественно шиитов, Министерство внутренних дел Саудовской Аравии объявило вчера днем. И уже к вечеру протесты охватили не только королевство, но и соседнюю страну, Иран, где большинство исповедует ислам шиитского толка. Это кадры погрома, который активисты устроили в посольстве Саудовской Аравии в Тегеране. Они ворвались в помещение, а потом забросали его коктейлями молотого. Часть здания вспыхнула. Больше всего негодование вызвало казнь шиитского проповедника Нимра Ан-Нимра. Его родственники и сторонники уверяют, оппозиционер не имел отношения к террористической деятельности и поддерживал лишь мирные протесты. Но для Эриада он террорист, который добивался иностранного вмешательства в дела страны. Оппозиционера задержали в 2012-м, а в прошлом году приговорили к смертной казни. Силы безопасности королевства никогда не станут сомневаться и будут преследовать тех, кто совершает теракты, состоит в группировках или поддерживает их. Судьба такого человека предстать перед правосудием. Не террорист, а мученик. Такова позиция официального Тегерана. Президент Хасан Рухани осудил казнь проповедника, заявив, что этот жестокий поступок противоречит правам человека и исламским ценностям. Беспокоясь о международном имидже страны, не менее суров глава государства был их участником беспорядков возле саудовского посольства в Тегеране и консульства в Мишхеде, которое тоже пострадало во время демонстрации. А вот духовный лидер Исламской республики сосредоточил свое внимание только на смерти богослова. На своей странице в Твиттере он предрек божью кару тем, кто казнил проповедника. Не менее красноречив, Али Хаммани был и в обращении к верующим. Убийство богослова, который призывал к добру и противостоял злу, мученичество такого человека – это огромное преступление. Его кровь настигнет тех, кто принял это чудовищное решение. Также МИД Ирана вызвал посла Саудовской Аравии и вручил ему ноту протеста из-за казни Нимра. Риад ответил на это официальным протестом и назвал действия Тегерана вмешательством в свои внутренние дела. Правда, конфликт между странами вышел за пределы исламского мира. Удручен казнью 47 осужденных генсек ООН Пан Гимон. Традиционное беспокойство выразила Федерико Маггерини, верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности. А в Белом доме призвали Риад снизить межконфессиональную напряженность и навести порядок с соблюдением прав человека. Ирина Иванова, подробности телеканал Интер. Боевики исламского государства угрожают Дэвиду Кэмерону. Террористы распространили в сети очередной видеоролик. В кадре пятеро палачей, перед которыми стоят люди в оранжевых комбинезонах. Боевик с британским акцентом заявляет, что их обвиняют в шпионаже в пользу Великобритании. Рекордные наводнения в США, в Миссури и еще двух штатах объявлено чрезвычайное положение. Тысячам людей пришлось покинуть свои дома. Жертвами наводнений уже стал 31 человек. Все подробности узнаем у Светланы Чернецкой. Из-под воды видны только крыши домов. Это разлилась одна из величайших рек мира Миссисипи. Протекает она по территории десяти американских штатов. Длинная и полноводная, когда она выходит из берегов, быть беде. От затяжных проливных дождей больше других пострадали штаты Иллинойс, Миссури, Миссисипи и Луизиана. Тут уровень воды в человеческий рост и выше. Первые этажи зданий полностью затоплены и передвигаться можно только на водном транспорте. Из местных никого уже не увидишь. Всех эвакуировали. Нам не привыкать к наводнениям, но паводки зимой очень редкое явление. И это две большие разницы, когда вода разливается при плюс 30 в июне и при минусовой температуре, как сейчас. Больше всего от ударов стихии пострадал штат Миссури. Здесь погибли не менее 14 человек. Поиски без вести пропавших продолжаются. Автомобили просто смывало с дорог потоками воды. Мы готовы к работе, чтобы как можно быстрее восстановить наш регион. И чтобы семьи могли вернуться в свои дома и стать на ноги. На подмогу мы ждем инженеров американской армии, чтобы собрать и утилизировать обломки домов, деревьев и мусор. Все, что оставила после себя стихия. А здесь еще только ждут большую воду. Это Виксбург, юг штата Миссисипи. Рабочие строят временные стены, чтобы остановить паводки. Смола застынет, стена станет гладкой, вода не просочится. 16,5 метров. Такой рекордный уровень воды прогнозируют в этом районе. В следующие 10 дней выйдут из берегов еще две реки Миссури и Арканзас. А это значит еще пять штатов под угрозой затопления. Стихия сотрясает Америку с конца прошлого года. В декабре 2015 на страну обрушились торнадо, осадки и бури. Пострадали не менее 11 штатов. Более 50 человек погибли. Светлана Чернецкая, подробности, телеканал Интер. Трагедия на ежегодном ралли Дакар в Аргентине. Автомобиль врезался в толпу зрителей. 10 человек пострадали, у половины из них серьезные травмы. Авария произошла по вине команды из Китая. Участница Го Мэйлин потеряла управление на повороте. Автомобиль влетел в толпу зрителей, стоящих возле трассы. Среди пострадавших беременная женщина, подросток и четверо детей. В связи с аварией организаторы отменили первый этап марафона. Крепкий орешек в Шереметьеве, правда без Брюса Виллиса. И скала-разрушительница в Бразилии. Об этом и не только в нашем обзоре. В Бразилии кусок скалы обрушился на жилой квартал города Вилавелья. Каменная глыба откололась от холма и прокатилась 80 метров по жилым домам. В результате 4 здания полностью разрушены, 15 человек ранены. В городе объявлено чрезвычайное положение. 499 человек пришлось эвакуировать. Женился в третий раз. Президент Эстонии Томас Хендрик Ильвис обвенчался с главой службы кибербезопасности Минобороны Латвии и Евой Купце. Церемония венчания прошла на трех языках. Эстонском, латышском и английском. В узком кругу в старинном семейном храме Ильвисов. Со второй женой 62-летний президент развелся в прошлом году. После публикации видео, на котором супруга страстно целуется с неизвестным молодым человеком. Новая жена моложе эстонского президента на 23 года. У нее и сын от посла Латвии в Греции. В Москве полиция задержала китайца, который пытался попасть в Кремль. Свою настойчивость 30-летний гражданин КНР объяснил тем, что в Кремле он живет и просто хочет домой. После того, как в отделении полиции смельчака осмотрел психиатр, его решили госпитализировать. А вот в московском Шереметьеве пьяный пассажир угнал микроавтобус со взлетной полосы. Из-за неадекватного поведения дебошира сняли с рейса в Ростов-на-Дону и хотели доставить в отделение полиции. Но как только 24-летний уроженец Ростовской области сошел с трапа, побежал к автобусу для пассажиров бизнес-класса. Сел за руль и протаранив шлагбаум, выехал с территории аэропорта на шоссе. Там парня задержала полиция. Нарушитель все-таки улетел домой, но теперь ему придется выплатить штраф и компенсировать материальный ущерб. У западного побережья Индии в Аравийском море местным жителям пришлось спасать льва. Тот забрел в район порта, испугался, прыгнул в воду и поплыл. По мнению чиновников, на побережье хищник, скорее всего, попал из лесов соседнего национального парка. Вытащить животное из воды команде спасателей удалось только после укола транквилизатора. Льва доставили в специальный центр ухода за животными. После лечения и выхаживания там его выпустят назад в дикую природу. Старше на год. В американском Сан-Диего двойняшки стали звездами местного телевидения. Малыши родились в новогоднюю ночь с разницей в три минуты. Но формально по документам сестра оказалась старше брата на целый год. Малышка появилась на свет в последнее мгновение 31 декабря. А ее брат уже в новом году. Врачи назвали этот случай большой редкостью. А мать и отец скромно заявили. Хотели бы, чтобы их малыши просто были счастливы и здоровы. А белый лебедь на пруду. Во Львове полицейские вместе с сотрудниками госслужбы по ЧС спасали лебедя. Птица упала в ровь с грязью. Помощь для Пернатова вызвал охранника честных сооружений. Спасательная операция заняла 20 минут. Вод мокрого и обессиленного лебедя патрульные завернули в термоодеяло и отвезли к орнитологу. Следите за развитием событий на нашем сайте. Подробности UA. Уютного вам воскресного вечера и до встречи завтра. Субтитры подогнал «Симон»!